Apple против Samsung. Это вечное великое противостояние. Практически Бэтмен против Супермена. У обеих компаний чертовски хорошие флагманские смартфоны, но кто же все-таки круче? iPhone 6s Plus или Samsung Galaxy S7 Edge? Попробуем выяснить. И два смартфонов. К дизайну iPhone 6s Plus много вопросов. Металл это, конечно, хорошо, но корпус чрезмерно велик даже для диагонали в 5,5 дюйма. Конкуренты давно научились делать более компактные смартфоны с аналогичным по размеру экраном. В итоге рамки вокруг дисплея очень широкие. А эти толстые прожилки антенн на задней панели. Некрасиво же. Больше чем на 6 баллов внешний вид флагмана Apple никак не тянет. Galaxy S7 Edge это однозначно один из самых красивых андроид смартфонов. Если не самый красивый. Вау-эффект от стеклянного корпуса с изогнутыми краями очень сильный. Гаджет выглядит как что-то совершенно невероятное из далекого космического будущего. Так что ставим заслуженные 10 баллов. На всякий случай напомним, что восприятие дизайна дело индивидуальное. Ваше мнение может не совпадать с редакционным. Это абсолютно нормально. Управляться с iPhone 6s Plus с этой махиной с диагональю экрана в 5,5 дюйма сложно. Тонкий и гладкий обтекаемый корпус так и норовит выскользнуть из рук. И никакой вам второй сим-карты или тем более слота для карты памяти. Мало 16 гигабайт в самой бюджетной трубке за 48 тысяч деревянных? Извольте доплатить 8 или 12 тысяч за версии с большим объемом памяти. Эргономика у изогнутого S7 Edge тоже не подарок, но в руке он лежит все-таки лучше, чем iPhone. Дело в том, что корпус у корейского смартфона гораздо уже. Однако, если аппарат выскользнет, то от удара об асфальт или плитку в дребезге разобьется все и вся. В лучшем случае стеклянная задняя панель. В худшем дорогущий экран, ремонт которого обойдется как минимум в 25 тысяч. Но зато воды Samsung не боится. До определенных пределов, конечно. Полчаса на глубине не больше метра. Это стандарт защиты IP68. В прошлом году корейские разработчики решили, что слот для SD-карт в смартфоне не нужен. В этом году после шквала негатива от пользователей его пришлось вернуть. Хорошо, когда компания слышит своих клиентов. Слот гибридный. Можно вставить либо SIM с microSD, либо две сим-карты. Результат. 6 баллов за практичность у iPhone и 8 баллов у Galaxy S7 Edge. Плюс одно очко за microSD и еще плюс балл за защиту от воды. У iPhone 6s Plus экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD. В его основе одна из самых классных IPS-матриц на рынке. Очень яркая и с отличной цветопередачей. Плюс есть поддержка технологии 3D Touch. Смартфон распознает силу нажатия на дисплей. И это делает интерфейс гораздо удобнее, добавляя в него массу новых функций. Сторонние разработчики фишку подхватили бодро. Например, контекстным меню обзавелись практически все более-менее серьезные приложения. У экрана Galaxy S7 Edge тоже 5,5 дюймовая диагональ, но разрешение выше, Quad HD. Результат гораздо более резкое и детализированное изображение. Кроме того, в основе не IPS, а AMOLED-матрица. Очень контрастная и с глубоким черным светом. А главное, экономичная. Энергии она потребляет меньше, чем TFT IPS. Пожалуй, на сегодняшний день это лучший экран на рынке. В итоге iPhone получает 8 баллов, а Samsung – 10. Уменьшение разрешения до 12 мегапикселей пошло на пользу Galaxy S7 Edge. По сравнению с прошлогодней моделью, аппарат стал лучше снимать в темноте и гораздо быстрее фокусироваться благодаря технологии Dual Pixel. Например, при дневной съемке, при съемке портретов и на макросюжетах корейский флагман демонстрирует лучшие результаты. Ночью все немного иначе. Автоматика iPhone работает точнее. 6S Plus реже ошибается при выборе баланса белого. Хотя количество шумов у обеих 12-мегапиксельных камер сравнимо. А вот по части фронтальных камер паритет. Оба 5-мегапиксельных модуля снимают неплохо. Samsung лучше подходит для групповых автопортретов за счет более широкого угла обзора фронтальной камеры. Впрочем, лучшей в классе нельзя назвать ни одну из двух селфи-камер. Если сравнивать качество записи видео, то результаты вновь очень похожи. У Samsung чуть выше резкость, лучше работает стабилизатор изображения. Однако при записи видео в 4К он отключается, в то время как у iPhone он продолжает работать. А еще у смартфона Apple есть классный режим замедленной съемки. Общий результат по камерам не в пользу Apple. Ставим 9 баллов S7 Edge, iPhone 6S Plus получает 7 баллов. Слухи о его потрясающих фотовозможностях сильно преувеличены. Можно сколько угодно упрекать Apple за двухъядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти в 2016 году. Но факт есть факт, iPhone 6S Plus быстр как ветер, даже с такой начинкой. Ему по плечу абсолютно любая программа из App Store. Samsung с его мощным Exynos 8890 и 4 гигабайтами оперативной памяти в бенчмарке Antutu набирает ровно те же 132 тысячи очков, что и Apple. Лишь в многоядерном тесте Geekbench фирменный корейский процессор оказывается быстрее. На практике же разница в быстродействии вообще незаметна. Так что здесь честный паритет. По десятке каждому гаджету. Операционная система Android на S7 Edge это конечно здорово. Но вот надстройка в виде фирменной оболочки Samsung TouchWiz навязанное излишество. Да, за последние годы ее сделали лучше, но она по-прежнему умудряется подтормаживать даже на таком мощном железе. При том, что каких-то особенных преимуществ по сравнению с голым Android тут нет. Плавность интерфейса и удобство работы в системе iOS это то, что годами оттачивали разработчики Apple. Нет смысла скрывать, что мобильная операционка Apple красива и удобна. А главное она гораздо стабильнее любой версии Android. Однако любой Android гораздо функциональнее. Не нужно возиться с iTunes при загрузке файлов в память устройства. Да и в целом файловая система открыта для любых манипуляций. С другой стороны, огромное количество устройств с зеленым роботом на борту делает идеальную оптимизацию системы попросту невозможной. В итоге 8 баллов отправляется в копилку Samsung и 9 баллов в копилку Apple. Лучший способ оценить автономность устройств заставить их выполнять одинаковые задачи и посмотреть, кто дольше продержится. Для начала мы запустили 3D-игру в циклическом режиме. iPhone 6s Plus отключился через 4 часа, а Galaxy S7 Edge стойко терпел испытания на протяжении 8 часов подряд. Похожая ситуация при воспроизведении Full HD на максимальной яркости. Galaxy S7 Edge может крутить видео более 17 часов подряд. 6s Plus в таком же тесте по идее должен показывать результат в 8-9 часов. Нашему боевому iPhone из отдела разработки почти год. В режиме видео он разрядился всего через 5 часов. Вот она, легендарная надежность аккумуляторов Apple. Несмотря на мощную начинку и прожорливый TFT-экран, американские разработчики использовали батарею емкостью всего 2750 мАч. Ну а о тех почти 3-х часах, которые нужны, чтобы полностью зарядить этот аккумулятор, давно слагают легенды. У корейца емкость батареи заметно больше – 3600 мАч. До 100% он заряжается всего за полтора часа. Можно подкармливать смартфон энергией и без проводов, тогда придется подождать на 10 минут больше. По итогам тестов автономности S7 Edge получает 10 баллов, а 6s Plus – скромные 5 очков. В общем зачете Galaxy S7 набрал 65 очков, а 6s Plus – всего-навсего 51 балл. Samsung победил, и эта победа с существенным перевесом. Правда 6s Plus вот-вот стукнет год. Интересно будет повторить эксперимент в сентябре, когда Apple покажет iPhone 7, и сравнить с флагманом Samsung уже его. Как думаете, изменится ли расстановка сил? Напишите нам об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok